Сейчас у меня получится. Должно не получиться. Геттер засовывает талоны в автомат. Ну давай. Ну же, давай. Давай, мать твою. Динамик терминала издает серию тоскливых высокочастотных звуков. Да, да, получилось. Ладно, пойдем на выход, посмотрим, что можно решить с этой толпой. Вот, и теперь пойдем посмотрим. Геттеры. Они заплатят за то, что сделали. И как мне сюда пробраться, а? Мужики, вы пропустите? О, блин. Давайте. Пропустите, придурки. Не могут меня пропустить. И как мне? Это прикол, что ли, да? То есть можно зайти. Давай, давай, о, наконец-то. Варден. Эй, разворачивайся. Дальше дороги нет. Куда ведет этот проход? На водочистительный завод. Здесь производится больше половины питьевой воды на станции. А могу и попасть внутрь? Объект закрыт. Пятый уровень доступа, как-никак. Завод курируется напрямую генеральным штабом ордината. Пройти через проходную сможет не всякий офицер. Что уж говорить о нас с тобой. Понятно, закончить разговор. Видимо, меня туда так и не пустят. Не пустят, это плохо. Ладно, пойдем искать этого чувака, с которым мы должны встретиться и отомстить за все хорошее. Так, здрасте, а вы кто? И Йорн. Невыразительный, сутулый человек рассеянно оглядывается по сторонам, будто бы ожидая, что кто-то подскажет, куда ему идти и чем заниматься. А тебе что-то нужно? Я хотел узнать, что нового в округе. На заводе сильно ужесточили производственный контроль. Мы-то справляемся, а вот у тех, кто попал под сокращение, дела однозначно плохи. А какие настроения среди рабочих? А как ты думаешь? Все наши ребята, как по команде, заливаются дистиллятом у Гранка по вечерам. Но учитывая ситуацию, скоро у них и на самый дешевый крик талонов не останется. После увольнения, выбор у них небольшой. Или податься на серный гейзер, лизать сапоги сына Мороха. Или отправляться в какую-нибудь глушь, заниматься профилактическим оборудованием. А в глуши всякое бывает. Понятно, сменим тему. А как скажешь, солдат. Ладно, мне пора уходить и до свидания, дяденька. Что-то у них, короче, тут все плохо. Значит, пойдем дальше. Генератор Гранка. Что за хрень? Мужик, ты там не обнаглел ли руками это в металлоломе копаться? Ты ж порежешься. Так, что за генератор Гранка-то? Давай попробуем. Эх, и все. Работает, да? Генератор Гранка. И что я починил-то? Господи. Я даже не понял, что я починил. Ну, ладно. Пойдем дальше. Может, опыта накинули. Хрена узнает. Плохо, что не пишут. Сколько дали опытов. Мне надо найти. Это тут у вас, да? А ну-ка, давай смотрим по карте. Аптека Онера. О, аптека. Здравствуйте. А вы Онер, да? Ой, у тебя еще говорильник какой-то. Ну, давай. Я сначала, подожди, посмотрю тут. О, тут у тебя стоматологический кабинет. Ладно, Онер. Давай я тогда сохранюсь и с тобой поговорю. Доктор Онер, ну давай, говори со мной. Могу я чем-то помочь? Неожиданно веский голос заставляет вас внимательнее всматриваться в бесцветные глаза немолодого Гектора. Он держится с необычным для местных жителей достоинством. Я просто осматриваюсь. Если ищите клинику, то вы не ошиблись дверью. Так, могу я задать вам несколько вопросов, доктор? Онер бросает на вас хмурый взгляд из-под лобья. Хм, что вас интересует? Расскажите о своей клинике. Я открыл ее пять лет тому назад. До этого был странствующим врачом. Сейчас у меня преуспевающая практика. Все-таки моя терапия оказывается эффективнее советов профанов, которые лечат огнестрельные раны креомными лепешками. Ха-ха-ха-ха, лепешками, прикольно. Администрация оказывает вам какую-то поддержку? Онер закашливается, но сумев сдержать смех. Ха-ха-ха. О чем вы вообще говорите? Я возился с лицензией пять месяцев. Да и получил я ее только благодаря начальнику ополчения Зеллерку. Он довольно разумный человек, который знает, что нужно резервации. Вот только про нынешнего коменданта я не могу сказать того же самого. Поговаривают, что его кандидатуру лоббировал комитет. Мне глубоко плевать на трение между силовыми структурами. Я всегда открыто выражал свои антиправительственные взгляды. Но методы комитета вызывают во мне особенное отвращение. Впрочем, давайте сменим тему. Как знаете. А у вас найдется работа? Ко мне не в первый раз приходят с такой просьбой. Да, у меня есть кое-что. Сегодня я уже не успеваю разнести лекарства. А одному моему пациенту требуются обезболивающие. Я не преувеличиваю. У бедняги рак кишечника, и он вопит от боли на всю улицу. Если вы отнесете этот пакет старику Дорбу, я вас как следует отблагодарю. Ну как, идет? Я согласен. Кеторолак. Отлично. Вот и его лекарство. Не доходя до магазина штучки Возника, вы найдете пролом в стене. Так вот, Хибара Дорба за ним. Ага, я понял. Лекарство для пациента. Читаем задание. Онир попросил отнести обезболивающие для одного из его пациентов. Старика Дорба. Я найду Хибару Дорба, если зайду в пролом в стене возле магазина штучки Возника. Бедняга мучается от жутких болей. Так что мне лучше поспешить. Я так и сделаю, док. Понял. Спасибо. Сейчас дойдем до этого Дорба. Отнесем ему, что надо. Я почти у цели. Где-то здесь направо, кажется. Да, вот он точно. Провал. Так, дедуля. Ты где тут у нас? Ага. Это тот дед, который меня послал. Точно. Дорб. Эй, стоять. Ты кто? Онир поручил принеси тебе обезболивающие. О, ты как раз вовремя. Отдать лекарство. Отдать. Наконец-то. Я думал, так и подохну здесь. Как ты себя чувствуешь? Очень даже неплохо. Если не обращать внимания на ощущение, что в твоих кишках образовалась черная дыра. Сочувствую. Удачи тебе со всем этим. Давай-давай. Проваливай. И спасибо. И все такое. Не слишком-то ты благодарен, папаша. Знаешь, что сосунок. Ах, черт. Дорб выгибает спину от внезапного болевого импульса. Ты это, не подумай плохого. Я уже несколько недель сам не свой от этой сраной боли. Спасибо, что принес обезболивающий. Я серьезно? Да все нормально. Тебя можно понять. Слушай, парень. А ты можешь помочь мне еще раз, а? Не сходишь за чем-нибудь крепким? Ну, я про выпивку. Так-так. Что это ты задумал? Я так давно не пил свое любимое пойло. Улитка-ублюдок. Ее можно найти только у Гранка. В радуге. А ты уверен, что тебе можно пить? Ты смеешься надо мной, а? Моими кишками питается здоровенная опухоль. И было бы прекрасным накормить ее чем-нибудь погорше. Вот дает, а. Он решил окончательно себя убить. Ну, хочешь, давай я тебе принесу. Прекрасно. Хорошо. Ты чертовски убедителен. Ты просто душка. Напоминаю. Улитка-ублюдок. Ее можно найти только в радуге 106 у Гранка. Да не волнуйся. Скоро уже смочишь горло. Последняя воля. Почитаем. Старик Дорк никак не уймется. Он попросил принести бутылку у Литки-ублюдка. Никогда не слышал про это пойло. Он утверждает, что его можно найти только в радуге 106. Хорошо, пойдем в эту радугу 106. Посмотрим, есть ли там такая штука. Может быть, за нее придется и побороться. Радуга говорит 106. Стопэ, Геттер, с которым можно поговорить. Че устраивался? Заняться нечем. Угрюмый человек смотрит на вас с озлобленной сосредоточенностью. Как ты разговариваешь с юнитором ординаты, Геттер? Эээ, ты это, извини. Просто проблем выше крыши. До ручки уже дошел. Не расскажешь, что случилось? Мы с братом попали под сокращение на водочистительном заводе. Скорее всего, придется съехать из резервации в В-27. А это та еще трущоба. Легко прирежут за талон. Так это еще полбеды. А разве в резервации такого произойти не может? В-27? Это же зона с неопределенным статусом. А это значит, заезжай и твори, что в голову взбредет. Там ни военных, ни ополченцев. О, опасное место. Значит, спасибо за предупреждение, чувак. Может, это и есть цена свободы? Как по мне, целая шкура дороже любой свободы. Ты говорил про В-27. Часто там бывал? Ну, как сказать. Стараюсь без лишнего повода туда не соваться. Это же зона с неопределенным статусом. А это значит, заезжай и твори, что в голову взбредет. Там ни военных, ни ополченцев. Хе-хе, одно и то же мне сказал. Звучит недурно, но я бы не вынес разлуки с криком из радуги. А я бы не поменял все бары и бордели ближнего радиуса на койку в самом дальнем углу Урба. А о целой беде не расскажешь? В день увольнения мы с братом пошли залить тоску в радугу. Брат потерял голову после бутылки черного дня и затеял драку с начальником участка, с завода. Я, понятное дело, взялся их разнимать. Ну и, в общем, надо бы залечь пока на дно. Мне кажется, твой брат поступил правильно. Ты бы слушал его пьяную речь. Колпаки-проповедники отдыхают. Но мне теперь неспокойно. Беда, как водится, не приходит одна. Ну да, я согласен с тобой. Ладно, сиди со своей проблемой. Чувак. Стоп. Кто такой? Дрик Дэ. А ну-ка. Дрик Дэ. Я мог часами наблюдать на нее и ее сову. До сих пор помню, как первый раз говорил. Искусственная? Спросил я. Конечно. Без улыбки ответила она. Дорогая? Предположил я. Очень. Еще бы, какой гетер не мечтал о собственной электросове. Человек игнорирует вас, молча продолжая поглощать лапшу. Эм, пожалуй, я пойду. Человек поворачивает к вам голову, вытирая рот тыльной стороной ладони. Откуда ты? Блок-пост с гнездой стервятника. Какие-то проблемы? Проблемы? Пожалуй, что так. Соус отвратительный. Ммм, может, стоит зайти в другое заведение? В ближнем радиусе везде отвратительная стряпня. Но вылезу из этой дыры я не скоро. Почему? Еще один человек пропал. На этот раз мальчишка лет 12. Зашел в здание кинотеатра и не вышел. А к какому кинотеатре ты говоришь? Заброшенное здание стоит на окраине этой резервации. Его обходят стороной. Говорят, там творится что-то неладное. Сколько раз там был? Никого. Даже бродяг нет. А люди пропадают. Прокашлившись, Дрейк Дэ возвращается к тарелке с лапшой. Закончить разговор. Вот оно что, закрытый показ, новое задание нам дал. А ну-ка, давай читать. Сапират Дрейк Дэ обмолвился о том, что ищет мальчика по имени Морик. А он мне имя, кстати, не говорил. Ребенок бесследно пропал в здании заброшенного кинотеатра на окраине резервации. Как и многие другие люди до него. Возможно, мне стоит посетить это место. Офигеть тут заданий. Ё-моё. Заданий куча. Подожди, Гранг, давай я тут сейчас всех посмотрю. Лейра. О, Лейра, ну-ка. Девушка с одутловатым лицом и большой ссадиной под глазом приветствует вас театральным жестом. Не хочу показаться навязчивой ваша светлость, но у вас не найдется немного дыряни. Эээ, я ищу одного человека. Ты не знаешь наемника по имени Тайпер? Этого ублюдка? К большому сожалению, да. Не расскажешь, где он живет? Тут недалеко. Доберись до магазина одежды Ванды, поднимись по одной лестнице, а затем по другой. Увидишь проход наверх. Только нет там твоего Тайпера уже недели три. Он, наверное, у той жирной потаскухи с площади славы. Эх, спасибо за информацию. По-моему, тебе на сегодня хватит. Посмотри-ка, еще один наставник. Ты ничего обо мне не знаешь, ясно? У меня трудный жизненный период. Волосы на заднице дыбом встанут, если расскажу. Давай, я никуда не спешу. Сколько раз я себе говорила, Лера. Никогда, никогда не связывайся с мужиками. Один раз поведешься, назад не вернешься. У меня как было, первый любил и бил, второй не любил и бил, третий бьет, еще и ножом грозит. Один плюс, у него машина есть, он тот еще ловкач. Угнал ее из-под носа хозяина. Точнее, не угнал, унес. Колес-то у нее нет. Женщина вульгарно смеется, давится и громко кашляет. Ее голос становится патетичным. Сегодня я планирую его убить. Вот как? И ты рассказываешь об этом солдату Ординато? А чего скрывать-то? Еще скажи, что вам не плевать. Валяемся мы у вас под ногами, живыми или мертвыми. Подмешаю тараканью отраву ему в выпивку, и вся машина моя будет, а не только заднее сидение. Картинки на окна повешу, будто в орбе живу. Ха-ха, ну ладно, мне надо спешить. Интересная деваха сказала мне, что хочет убить своего мужика. Ты, короче, все три раза мужиков неправильно выбираешь. Не везет тебе, ох, не везет. Гранг. Добро пожаловать в Радугу 106, солдат. Жилистый, большеголовый человек в стеганом свитере и чудовищ на грязном фартуке, будто бы снятом с палача, мрачно улыбается. Меня зовут Гранг, и я владелец этого заведения. Так что рад знакомству. Покажи, что ты продаешь. Так, давай смотреть, где у него тут улитка-убийца какая-то есть. Комета, дочь офицера, цветочная лихорадка и иерархия, а тут такого нет. Может быть, это он из-под полы приторговывает? Давай-ка спросим его. А что у тебя есть выпить? В основном все берут по стаканчику другому крика. Правда, сегодня у нас только тепленькое. У меня тут смертью храбрым пал старый армейский генератор, который питал холодильник. Какие симптомы? Заводится и сразу глохнет. И дым черный из трубы валит. Красота. Может быть, глянешь? Если ты о том генераторе на заднем дворе, я как раз уже его починил. С какого это хрена вы, гражданин солдат, частную собственность направо и налево чините? Ну что ж, с меня причитается. Вот, держи. Спасибо, Гранг. Биостим 3. Спасибо. Слушай, раз ты на все руки мастер, то у меня к тебе еще одно дело есть. Ну что там опять? Я в долгу перед этим почтенным человеком, прайм-сержантом Чикубом. Мне нужен кто-то, кто доставил бы ему от моего лица подарок бутылочку дистиллята «Озоновая дыра». Понимаю, Чикуб обладает весьма специфическим вкусом. Для большинства это отвратное пойло. Но я-то знаю, чем его порадовать. «Озоновая дыра» скрасит тоску прайм-сержанта по прежним дням. Так ты поможешь мне в этом? Возможно. Ну а мне что с этого? Но могу тебе заверить, что Чикуб тебе обязательно отблагодарит. Ведь ты же любишь сюрпризы. Хорошо. Гранг достает из-под барной стойки бутылку. Отлично, бери бутылку. Смотри, не разбей. А если разобьешь или, не дай бог, выпьешь, прикончи кого-нибудь на свалке. И у него за пазухой ты обнаружишь ее точную копию. Ага. А где мне найти Чикуба? Прайм-сержант служит в гнезде стервятника. Гарантирую, что ты найдешь его в местном кондитерской под названием «Второе дыхание». А, я помню, такого помню, да. Помню, спасибо. Дистиллят «Озоновая дыра». Взять, давай. Подожди, я тебе еще не это самое. Давай задание прочитаем. Кранг из «Радуги-106» попросил отдать прайм-сержанту Чикубу бутылку дистиллята «Озоновая дыра» в качестве подарка. Я смогу найти Чикубу в баре «Второе дыхание», который находится рядом с блокпостом «Гнездо стервятника». Подожди, давай дальше тебя опрашивать. Добро пожаловать в «Радуги-106», солдат. Как дела в резервации? Дай-ка подумать. Довольно-таки отвратительно. Беженцы из В-27 околачиваются вокруг, рассчитывая на дармовую еду. Комитетчики приходят с неприятными вопросами. Сыны Мороха затеялись с фанатиками из «Биакера», что-то вроде «Холодной войны». Неспокойно уже даже на центральных улицах, что говорить об окраинах. От клиентов, конечно, отбоя нет. От тяжелой жизни все тянутся к бутылке. Но я пока повременю сосуды на расширение. Мало ли что случится. Хотя, шо это я? У тебя, небось, и своих печалей хватает? Но это дело поправимое. У меня навалом того, чем их можно залить. Недавно два солдата устроили здесь драку, верно? Ты про сынка коменданта и его закадычного приятеля? Этой парочкой вход сюда отныне запрещен. С меня хватит этих отцовских компенсаций за беспокойство. Я не собираюсь каждую неделю ездить и закупаться кружками. А тебе-то что до них за дело? Сын коменданта пропал. Вот как? Дела... Не иначе, как в самоволку пустился. Драка в моем скромном заведении, это, конечно, дело святое. Но надо же и меру знать, верно? На этот раз они превзошли самих себя. Разгромили весь бар. А с кем они дрались? Шо мне больше всего нравится? Друг с другом. Подрались из-за девицы. В общем-то, довольно невзрачной. Сидела с ними, а потом ушла. Шо за девица? Видел ее потом? Да почем мне знать? Кажется, не местная. Вроде бы видел, а вроде бы и нет. А ты слышал, о чем они говорили? Нет, людей было много, за всем не уследишь. Да и потом, хороший бармен всегда знает, что нужно его клиенту. Но послушивать дело гнилое. Хорошо, спасибо, Гранг, ты очень помог. Да всегда пожалуйста, за болтовню денег не беру. Или, может, начать брать? Хе-хе. А у тебя нет улитки-ублюдка? Субы-то не было. О-го-го! Эту ядерную штуку у меня не заказывали уже около года. Так, вроде бы осталась одна бутылочка. Откуда ты про нее узнал? Я тут нанялся социальным работником. Гранг на некоторое время скрывается под барной стойкой. Отдам за бесценок. Все равно никто такое пойло давно не заказывает. С тебя две сотни талонов. Ну, пожалуйста, давай, бери две сотни. Отдать. Держи. Будь осторожен. Это опасная штука. Спасибо, мужик, спасибо. Дистиллят, улитка, ублюдок. Хе-хе-хе. Давай-ка прочитаем, что за пойло нам дали. 70% дистиллят с уровнем содержания криамина, близким к запрещенному. Помимо уничтожающей крепости, обладает галлюциногенным эффектом. Идеальное решение для поэтов, революционеров и самоубийц. Хе-хе-хе. Понятно. Подожди, тут еще какой-то чувак был. Давай-ка с ним поговорим. Ты кто? Могувай. Могувай, ну-ка, расскажи мне. Чувак оставился? Хочешь выпить? Поговори с Гранком. У меня и так забот. Два мешка, а хлопот три ящика. Если барная стойка не будет сиять, как лоб босса, то останусь без крыши над головой. Хорошо, чувак, не буду тебе мешать. Ладно. Давай тогда отнесем... Давай тогда отнесем бухлу Дорбу и пойдем к доктору за наградой. Дорб. Я несу твою эту хрень. Ну все, ты принес? Да, держи свою улитку. Отдать. Вот так дела. У меня нет слов, малыш. Тебя теперь будут величать не иначе, как спасителем старых задниц. Дорб откупоривает бутылку и с залпом выпивает ее до половины и умиротворенно замолкает. Эй, старик, ты в порядке? Вы... Он помер. Вы замечаете, что грудь Дорба вздымается все медленнее, пока совсем не замирает. Краем глаза, заметив пустую упаковку обезболивающего, вы без труда находите причинно-следственную связь. Ого. Закрыть старику веки. Короче, черт побери. Что там за последняя воля-то? Я выполнил задание последняя воля и, сам того не понимая, убил деда. По ходу дела, мне сейчас надо взять с него ключ и откупорить и сейф, и холодильник. Вот так-так. Да. Ключ Дорба. Ключ от сейфа старика Дорба. Затер до блеска. Словно нос у бюста популярного политика. 23 талона. Ну, давай, забираем. Вот дедуля. На старости лет хоть решил повеселиться. Да, давай, короче, открывать. Ух ты ж, нифига, что такое винтовка Дорба? Урон. 35-40. Укороченная пятизарядная винтовка. Дорб сам смастерил ее из стандартной счастливой семерки. И, надо признать, у него получилось весьма неплохо. Компактное, быстрое и точное оружие. В отличие от оригинала, практически не дает осечек. Да ты гонишь, ни хрена себе. Фуражка Дорба. Фуражка принадлежала Абидалу Дорбу, наставнику правителя клана Мороха, Зерка. Дорб, будучи опытным охотником и воином, обучил Зерка всем необходимым навыкам для выживания на станции. Считая, что красная фуражка приносит ему удачу в бою, Дорб никогда с ней не расставался. Впрочем, это не уберегло его от дурного врага пьянства. После череды пьяных выходок Дорб был изгнан из клана и отправился доживать свои дни в Лачуге на окраине резервации Д-106. Офигеть! Спасибо, дружище, спасибо. Ну, теперь наш путь лежит в аптеку к Омеру, чтобы забрать нашу награду. Я думаю, ему не нужно говорить о том, что мы прикончили старик Дорба, это было бы лишнее. Да-да! Я по поводу лекарства для вашего пациента. Да-да, что там у вас? Отнесли пакет? Кивнуть. Отлично! Как там старик? Держится? А? Да, старик держится, молодцом! Передает привет. Отлично! Я принес для вас пару бульонов в качестве награды. Пригодятся, если наступят неприятности. Спасибо, дяденька, спасибо. Бульон, давай, забираем. А у вас еще найдется работенка? Знаете, мне нужен человек, который поможет с поиском редких видов креомных плодов. Креомных плодов? Это собирательное название развитых форм креомы. Креомные плоды своего рода органические экспериментальные лаборатории, в которых создаются новые способы взаимодействия со средой. Креома до сих пор преподносит биологам сюрпризы. Сейчас мне нужны семена плода под названием белый колокол. Эти плоды встречаются сравнительно редко. Ого, а зачем вымыть и семена? Креома уникальное растение, которое обладает невероятной скоростью эволюционного развития. На станции еще очень много малоизученных форм креомы. Я комбинирую части разных плодов. Порой это дает крайне интересные результаты. Сейчас я работаю над сывороткой, которая, впрочем, пока я не стану афишировать предмет моих научных интересов. Хорошо, я займусь этим. Очень вам благодарен. Я думаю, что семен из трех плодов будет достаточно. Удачи в поисках. Спасибо, дяденька. Сбор урожая давай читать. Униру нужны три горстки семян креомного плода под названием Белый Колокол для его проекта. Но у нас ведь несколько важных заданий здесь осталось. Во-первых, нужно встретиться с чуваком. Ты кто такой? Роддо, а ну-ка. Родорок, папирос не найдется? Не курю. Вот дерьмо. Ты только не думай, что я постоянно спрашиваю. Мне это, слышь, баба моя не разрешает. Вроде как заботится. Я думаю, того, пока ее нет. От машины отойти не могу. Боишься, что угонят? У нее даже колес нет. Не угонят, а утащат. И того, заселятся. У нас ведь как, машина есть, сразу и люди по-другому относятся. А тебе приходилось слышать о наемнике по имени Тайпер? Ну, положим, знаю про такого. Его халупа находится рядом с магазином одежды Ванда. Тебе нужно подняться по двум лестницам. Если увидишь его, передай, что он засранец. Этот ублюдок выбил мне глаз в баре. Теперь хожу с протезом. Боюсь наклоняться, вывалиться и ищи потом. Ты ее, смотрю, заядлый автомобилист. Покатаешь? Человек беззлобно скалится. На винторезе своем могу покатать. Слушай, а ты не видел бабу? Такую долговязую, белобрысую, с волосами короткими. Она не рядом часом? Я мог видеть ее около бара. А где же еще быть-то, а? Я когда-нибудь порежу эту суку. Пьяная мразь. Напьется и давай орать. Ладно, не бери в голову. Ладно, мне надо уйти разбирать с своими проблемами сами, блин. Семейная парочка хреново. Один на другого бочку катит. Задолбали к чертовой матери. Короче, пойдем к этому магазину одежды Ванды. Потихонечку продолжим свое задание. Нам ведь нужно это самое закончить его и помочь помочь чуваку. Может быть, после того, как мы ему даже и поможем, он будет ходить с нами, что поможет нам разобраться с бандитами. Так, вот, вижу одежду, вижу магазин. Одежда Ванда. Гетер. А может быть, сомния? У меня нет другого объяснения. Да как так? Я только что его в руке держал. Подожди, пока давай не будем заходить. А вот и ты, наконец-то, я тебя нашел. Господи, я еще раз все проверил. Старик у себя дома. Ну что, готов? Придется поглотать немного пыли. Но ведь чего не сделаешь ради славной охоты, верно? Подожди, мне нужно кое-что проверить. Давай быстрее, я не хочу привлекать внимание. Давай сначала сходим, проверим, что там вообще происходит. Говорю, подняться по двум лестницам. По вот этой лестнице и, наверное, еще по одной, да? Ребята, что вы тут делаете? Ополченцы. Так, вы тут просто так ходите. Опачки, это куда мы заходим? В непонятное какое-то место. То ли вокзал, то ли че. Стоп. Уирнону. Сейчас то у меня получится, точно получится. Парень сует в автомат талон за талоном. Ты не знаешь, он вообще работает, а? А че это за парад? Да это обычный терминал связи. Но я не позвонить пытаюсь. Звонить-то некому. Тут лотерея. Талон вставляешь, жилье получаешь. Разве не знаешь? Каюту в Урбе дают. Э, дружище, в Урбе и без тебя мало места. Да все так говорят. А вот мой приятель взял и выиграл. Пошел за выигрышем в Урбе и не вернулся. Хорошо живет, раз о нас не вспоминает. Ты мне честно, как урбанист, скажи, есть шанс у меня или нет? Кому они каюты дают-то? Че нужно для этого? Честно, понятия не имею. Да зачем обманываешь, солдат? Я же с тобой по-человечески. Слушай, замолви за меня словечко, а? Жены нет, детей нет, родители не знают. Никого с собой везти не надо. Ростом маленький, места много не займу. Нежилья здесь нет. Морохи, колпаки, солдатня. Все с тебя последнюю нитку стрясут. О, кажется, заработал. Дай десятку, а, солдат. Вдруг повезет. Эм, давай ему десятку дадим. Дай десять талонов. Сейчас у меня получится, должно не получиться. Гетер засовывает талоны в автомат. Ну давай, ну динамик терминала издает серию тоскливых высокочастотных звуков. Да, да, получилось, спасибо, дружище. Эм, не за что. Я не могу отпустить тебя с пустыми руками. Я подарю тебе самую важную вещь в моей жизни. Она спасла меня в самых трудных ситуациях и многие пытались получить ее путем насилия и обмана. Это мой матрас. Ты не подумай, он почти новый. Что? На кой черт мне матрас? Мне же нужно избавиться от старого от барахла перед переездом в УРП. Разве нет? Если хочешь, можешь мне этим помочь. Вот, возьми ключ. Может быть, тебе что-нибудь пригодится? Матрас мне дал. Хе, ключ от каюты дал. Подожди, что за ключ это такое? Нахрена мне матрас, блин, с весом 2? Ключ. Бедное жилище Геттера покажется роскошным апартаментами, если до этого вы жили в тоннелях станций среди мусора и брошенных автомобилей. Судя пометки на карте, ключ открывает каюту в резервации Д106 в районе станции магнитной дороги. О, но если я не забуду, я обязательно туда за рулю, мужик. Дал мне, я ему дал 10 талонов, а он мне дал вот это вот, ключ от своей хреновой станции. И что тут у вас? Терминал. Требуется ключ от подсобного помещения. А нет у меня такого. У кого я могу это... Подожди, давай-ка тут посмотрим, чё за станция, куда она идёт? А, на глобальную карту она идёт. Хорошо, давай тогда ещё тут быстренько прошаримся, прошерстим, что тут есть. Чё такое? Охранник, а ну, говорит. Я не тар, за этой дверь участна собственность. К сожалению, я не могу вас пропустить. На каком основании вы препятствуете работе ордината? 92-я, директива управления по делам ближнего радиуса. Помещение принадлежит начальнику снабжения резервации. А, я понял. закончить диалог. Ладно, может быть, нас сюда епусят по какому-нибудь заданию. Я офигею, тут столько всего поносовали мне. Ё-моё, когда это всё разгребать-то? Так, здесь у нас какой-то тупик. А, нет, смотри, вторая лестница. Это нам сюда, наверное, идти надо, да? Точно, точно, наверняка. Так, давай сохранюсь. Вот, что у нас тут есть? Я на втором этаже. И где этот хренов тайпер обитает, а? Тайп, стоп, верхний уровень. Верхний уровень, ну давай сходим. Верхний уровень, что это за верхний уровень такой? Давай-ка мне карту покажи. Тут нет карты, прикинь на верхнем уровне. Нельзя посмотреть карту. Вот оно как. Хорошо, хорошо. Ох ты ж, понял. Так, стопэ. Мужик, извини, я даже не думал, что ты это самое меня будешь стрелять. Я хотел поговорить, а он сам наёмник пирамиды какой-то. Что за пирамида такая-то, а? Кружка. Обычная армейская кружка. Водоёт, а? Наёмник пирамиды. О, генератор тут можно починить. геттер прячется. О, радио эко 8. Прикинь, я нашёл. Это же нам по заданию надо. А я думал, я их больше нигде не найду. Так, хорошо, хорошо. Давай попробуем починить генератор. О, получилось. с третьего раз. О, это что такое, секретная какая-то дверь, что ли? Ребята, спокойно. Вау, сам того не понимая, нашёл какую-то секретную штуку. Терминал, ну-ка. Вау!